Оу, сделано в RedBarn. В студии RedBarn вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов ТВК. И сегодня мы с вами разбираем, что же такое юзерфлоу, как этот инструмент можно внедрить в ваш бизнес и использовать на постоянке. Ну что, поехали. Итак, давайте сначала проведем с вами аналогию и наоборот разберемся, какие есть принципиальные различия между юзерфлоу и CGM. Потому что в рамках этого подкаста мы с вами очень много говорили про путь пользователя, про Customer Journey Map. И, соответственно, нам нужно четко понимать, чем отличаются две эти вещи. Потому что если вы не понимаете, то в целом для вас, вам будет казаться, что это одно и то же. Итак, когда мы с вами говорим про CGM, а говорим мы о нем очень много в рамках этого подкаста, мы помним, что это полноценный путь пользователя. Он очень длинный, он включает в себя абсолютно все взаимодействия с вашим продуктом. И самое главное, что он включает, так это эмоциональную связь в разных точках касания. Соответственно, нам нужно оценить, какие точки касания есть, понять, какая эмоция там у человека, вау, нулевая или минусовая. И в дальнейшем, как нам исправить впечатление или наоборот, что нам сделать после вау-впечатления. То есть, например, после вау-впечатления хорошо запрашивать отзывы. Таким образом, мы можем полностью оценить взаимодействие с нашим продуктом, понять, на каком моменте человек отсеивается и почему. И таким образом доработать сам продукт, доработать наш маркетинг и так далее, и так далее. Когда же мы с вами говорим про User Flow, то, по сути, это переводится тоже как путь пользователя, да, то есть вот этот пользовательский поток. И кажется, что это одно и то же, то есть это то, как люди двигаются внутри нашего бизнеса. Но при этом между CGM и User Flow есть принципиальное отличие, что CGM – это полноценная большая картинка, которая включает в себя эмоциональный окрас. User Flow – это более маленькая, узконаправленная картинка, которая заточена под конкретную задачу. И там уже мы говорим с вами не об эмоциональных впечатлениях, а скорее об ожиданиях, которые есть у человека, например, применительно к любому интерфейсу. Часто очень User Flow используется дизайнерами, но при этом я принципиально, в общем, такая принципиальная позиция, что User Flow обязательно должен прорабатываться не просто вместе с аналитиком, да, не просто вместе с каким-то одним маркетологом, а в целом со всей командой. Потому что если мы берем шаблонные схемы User Flow, то они зачастую не работают. Почему? Мы сегодня тоже с вами разберем. Итак, где вам может пригодиться User Flow? Вот смотрите, у каждого из вас наверняка, если у вас есть свой бизнес, у вас наверняка есть свой сайт. И человек, переходя на этот сайт, он также предъявляет определенные ожидания к интерфейсу. Так вот, для того, чтобы повысить конверсию сайта, про конверсию, напомню, мы с вами тоже говорили в предыдущем выпуске подкаста, когда мы с вами разбирали самые главные показатели, которые влияют на вашу выручку, и конверсия один из них, то есть первичная конверсия, то какой процент людей становится вашими клиентами из тех, которые переходят на ваш сайт. Так вот, User Flow, например, помогает отлично улучшить конверсию, потому что как раз-таки вы делаете интерфейс полно соответствующим ожиданиям вашего потенциального клиента. Если же у вас есть какое-то приложение, то тогда User Flow вам просто необходим. И для того, чтобы разработать это приложение, улучшить интерфейс, вам необходимо связать как раз-таки дизайнеров, которые работают над самим интерфейсом юзабилити этого приложения, с вашей продуктовой командой или с вашими маркетологами. А до того, как, собственно, вносить правки непосредственно в свой сайт или приложение, конечно, нужно обратиться опять-таки к нашему исследованию аудитории и сфокусироваться уже не просто на их проблемах, а на задачах, которые они хотят решить при помощи этого узконаправленного инструмента. И помимо этого, нужно обязательно проговорить про их ожидания. Давайте поговорим как раз-таки о них. Что вообще такое ожидания в маркетинге, в продуктовом подходе, почему они так сильно важны. Итак, давайте начнем с очень простых вещей. Во-первых, например, если мы с вами возьмем социальные сети. Какую историю сейчас мы видим часто, что нам рекомендуют делать эксперты, если у вас свой бизнес. Многие эксперты говорят, делайте красивый контент и так далее, это будет каким-то образом вас продвигать. Давайте не будем им говорить, что визуал прямо не влияет на продвижение. Но смысл здесь в чем? В том, что когда человек переходит на ваш аккаунт, он ожидает увидеть определенную картинку. И его ожидания формируются не только за счет ваших конкурентов, но и за счет его насмотренности в целом. Например, если вы работаете с людьми из Москвы, причем с людьми, которые достаточно часто проводят время в социальных сетях, подписаны на большое количество блогеров и так далее. А у вас, например, салон красоты. То, конечно, такие люди, которые являются новаторами, они будут предъявлять определенные ожидания контенту. Они будут хотеть, чтобы этот контент был не просто красивый, но и в том числе вовлекающий, чтобы он был интересный, чтобы в этом был конфликт, триггер и так далее. Если же мы с вами возьмем какой-то очень маленький год и возьмем с вами какой-то бизнес местный, который там находится, например, магазин продуктов, конечно, требований к его контенту будут намного меньше. Почему? Потому что ожидания у аудитории намного-намного меньше. Соответственно, то, что нам нужно понимать, это что применительно к каждому сегменту аудитории, применительно к каждому аспекту вашего бизнеса, мы должны с вами говорить об ожиданиях, что человек ожидает увидеть и как эти ожидания сформированы. Сформированы ли они благодаря тому, что человек смотрит конкурентов или сформированы они в целом? Мы здесь можем разделить на две таких больших направленности. Первая направленность – это когда мы с вами говорим про паттерны поведения. То есть человек ожидает, что он будет поступать каким-то определенным образом. Какой здесь можно привести пример? Когда человек переходит на сайт? Уже сейчас, за счет того, что мы переходим на вообще огромное количество сайтов, мы все постоянно сидим в интернете, у нас есть ожидание, где у нас будет, например, находиться кнопка входа. Или у нас есть ожидание, где у нас будет находиться меню, да, то есть верхнее меню, даже не зря говорят. То есть когда мы переходим на сайт, и это меню находится не сверху, а слева или справа, нам становится сразу неудобно, потому что это не соответствовало нашим конкретным ожиданиям. Мы хотели, чтобы это выглядело по-другому, потому что мы привыкли, что кнопочка логин находится справа вверху, верхнее меню находится там, а если это лендинг, то есть одностраничный сайт, то кнопка заявки, она будет обязательно на первом экране. Также мы привыкли, что на сайте обязательно будут тарифы, обязательно будет прописана команда и так далее. Например, если мы говорим об одностраничных каких-то сайтах. Итого, мы получаем точный список ожиданий и паттернов поведения, то, как человек будет действовать, когда он переходит на сайт. Этот паттерн, по сути, в данном случае, это такая вещь, которая показывает нам, как человек привык действовать. Так вот, это первая история про ожидания. И вторая история про ожидания, это уже не про паттерны, а про какие-то узкие требования, которые могут возникать у определенного сегмента аудитории или связаны с определенным, могут быть в определенном каком-то бизнесе. Здесь можно привести такой пример. Предположим, вы увидели рекламу у блогера. Этот блогер рассказывает о каком-то сервисе клининга. Соответственно, вам становится интересно, потому что блогер уже показал, рассказал, как это классно, дал вам промокод на использование. Более того, этот промокод для вас супервыгодный, и вы действительно хотите и можете переключиться со своего предыдущего клининга на этот, чтобы попробовать. Ну, потому что вам понравилось, как описали, и, соответственно, понравилось тот оффер, который вам предложили. Вы скачиваете приложение, и таким образом вы ожидаете, опять-таки, и требуете от приложения определенного функционала. То есть, помимо того, что вы хотите заказать, увидеть там все тарифы, которые возможны, тарифы простые, опять-таки, да, чтобы они были несложными составными, а вы хотите просто и быстро заказать, особенно если блогер, например, рекламировал какую-то ежедневную убойку по низкой стоимости. Или, например, после сезона дождя блогер дал определенный оффер на мойку окон. И вы такие, блин, вот у меня сейчас грязные окна, я очень сильно хочу помыть. То есть, у вас как раз-таки полная должна быть релевантность вот этим вот пакетом. То, что блогер предложил, вы должны быстро суметь найти в приложении. Особенно, если предложение для вас очень горячее. Например, вот в случае с окнами, да, как я привела. То есть, вы действительно хотите, вы задумались о том, что, так, мне нужно это прямо сейчас, еще зайду в приложение и закажу. И таким образом, когда вы заходите, вы не хотите вводить очень много данных сначала о себе. Вы не хотите писать свое имя-фамилию, давать свой имейл, делать еще что-то. Ну, потому что зачем вам это делать, если вы сейчас прямо хотите заказать сначала клининг. Вы предъявляете узкоспецифичные требования непосредственно к этому приложению. И тогда для вас самой простой системой будет эта авторизация по номеру телефона. А также, если мы с вами говорим об ожиданиях, то авторизация через социальные сети. Потому что это то, к чему мы и вы привыкли. Так вот, получается, что когда человек очень быстро регистрируется через номер телефона и пришедший код, он получает гораздо выше удовлетворенность у него, нежели чем если бы ему пришлось вводить и заполнять очень большую анкету еще до момента, когда он выберет непосредственно сам этот пакет, который ему нужно купить. А теперь представьте, что если бы мы с вами говорили даже не о длинной анкете, а, например, о таком функционале, нужно ввести, соответственно, конечно же, адрес и платежные данные. То есть, как вы будете оплачивать этот клининг и где вам нужно убираться. Плюс добавить комментарий к этой уборке и выбрать время, когда нужно убираться. Так вот, представьте, что это все вам тоже поставят в самом начале. Вам скажут так, вы сначала заполните анкету, выберите дом, полностью пропишите адрес, потом обязательно добавьте кайту и только после этого выберите тариф. Конечно, у вас удовлетворенность будет меньше, и вы, скорее всего, с большей вероятностью уйдете из этого приложения и просто не сделаете как раз-таки вот эту первую покупку. То есть, конверсия, она будет снижаться. Но если же мы с вами говорим про то, что мы облегчим вот эту точку входа, сначала вы зарегистрируетесь через номер телефона, пришедший код, выберите тариф, потому что, опять-таки, от рекламы у блога у вас осталось очень такое приятное впечатление, вы хотите как можно быстрее это сделать, вы добавили этот тариф себе в казину, и уже когда вы добавили и хотите оплачивать, вы, собственно, вводите данные по своему адресу и данные казина. И это тогда будет работать лучше всего. Если мы с вами говорим про вот такой процесс, то как раз-таки сейчас я вам продемонстрировала UserFlow, какое у нас было начало, какая точка входа, что было дальше, и, соответственно, чем у нас зафиналился весь этот процесс. Но при этом мы должны понимать, что на точку входа здесь повлияла не какая-то история про дизайн как таковой, а повлияла как раз-таки продуктовый подход, то есть ожидание аудитории, что она хочет сделать как можно быстрее. Когда мы с вами говорим о продуктовом подходе, я настоятельно рекомендую всегда помнить одну простую вещь. Люди, которым вы продаете, живут своей жизнью. Они находятся в своем хаосе, у них огромное количество дел, их может очень много что отвлечь. У них большое количество тревоги, потому что мы живем сейчас в этом мире. И рассчитывать на то, что человек перейдет на ваши социальные сети, на ваш сайт, в ваше приложение и залипнет в нем просто так, когда вы не соответствуете его ожиданиям, не применяете продуктовый подход и не делаете что-то, что полностью соответствует его ожиданиям, вы проигрываете. Поэтому однозначно мы здесь говорим о том, что когда вы разрабатываете UserFlow, вы должны не просто прокастдевить, поисследовать свою аудиторию, но оценить паттерны поведения и прям последить, как им сделать это проще. Как представить, что у них есть ограниченное количество времени, как сделать так, чтобы они быстрее у вас заказали, чтобы им это было проще и удобнее. Когда мы с вами говорим про ожидания, мы также можем это опять-таки применить и к сайту. Я очень часто вижу, как предприниматели приходят к дизайням и говорят, я хочу что-то уникальное, добавьте мне, пожалуйста, вот здесь меню не верхнее, давайте сделаем его слева. Или давайте сделаем личный кабинет, чтобы он находился у нас не вот тут, а вот тут. Или давайте мы с вами вообще сейчас сделаем супер уникальный креативный дизайн, чтобы человек сначала не просто переходил на сайт, где у него будет понятная кнопка заказа, а чтобы он сначала должен был сделать какой-то квест или, например, потянуть кнопочку, и чтобы у него вторым экраном открывался сайт. В общем, я вижу огромное количество вот этих историй, когда предприниматель хочет сделать просто какой-то дизайн-проект, который не соответствует абсолютно никаким целям. И это, кстати, то, о чем мы с вами говорили, да, про то, что у нас есть метрики, которые направлены на бизнес, то есть на бизнесовые такие метрики, которые, по сути, говорят нам о том, сколько денег в итоге мы получим. А есть метрики, которые, да, направлены на вот самолюбие, потешить себя и сказать о том, что вот смотрите, как сильно сайт у меня отличается от конкурентов. На что вам важно? Отличаться от конкурентов или сделать так, чтобы в итоге покупали именно у вас? Первично вы не сможете определить, будут ли у вас там покупать за счет вот добавления вот этой вот фичи какой-то, да. Мы их называем фич ради фичи, когда мы добавляем что-то, какую-то приблуду, особенно над которой работаем долго, но при этом она нам не приносит абсолютно ничего. Поэтому первично я не рекомендую идти во что-то сложное. На самом деле, когда мы говорим о формировании интерфейса, о сайте, о приложении, действительно хорошая идея посмотреть, какой интерфейс у ваших конкурентов, потому что у них сильно больше аналитических данных, чем у вас. Они точно могут отследить, что делают пользователи, на каком экране они зависают, какой экран они наоборот пролистывают, на какую кнопку они нажимают, а какую не видят вообще. То есть благо сервисы-аналитики нам позволяют все это увидеть. И, соответственно, вы можете изначально полагаться на вот это, а в дальнейшем уже дотачивать свой интерфейс. То есть если бы мы с вами говорили не про интерфейс, а, допустим, про какие-то маркетинговые идеи, то там действительно вопрос, смотреть ли на конкурентов, он такой 50 на 50. То есть, в принципе, все то, что мы можем выяснить в Каздеве, просто в исследовании аудитории при, допустим, разговоре, нам лучше полагаться на то, что говорят люди, а не на то, что делают конкуренты. Но когда мы говорим про интерфейс, здесь работает обратная методика, что смотрим, что делают конкуренты, потому что вполне возможно у них это реализовано очень качественно за счет большого количества аналитики. Итого, давайте запомним, что сайты мы, пожалуйста, не будем делать вот такими, когда мы кнопки уносим непонятно куда, кабинет личный не добавляем, и все в этом духе. Все должно быть пользователю понятным. Есть, кстати, даже, знаете, такой совет, который очень часто дается. Это то, что, допустим, ваш сайт или приложение должно быть понятно вашей бабушке. Почему? Потому что вот это как раз-таки будет прямая иллюстрация того, насколько ваш интерфейс понятен, насколько он удобен. Потому что в этом интерфейсе должен разобраться самый вообще вот любой, да, абсолютный человек, даже который не сидит очень долго в интернете. Вы скажете, почему так? Ну вот бабушка – это не то же самое, да, что там человек новатор какой-то из столицы, о которой мы с вами говорили до этого. А я вам объясню. Опять-таки, возвращаясь к тезису, что люди живут в своем мире, у них огромное количество тревоги и дел, давайте здесь обратим внимание вот на что. Что при всем, при вот этой, при загрузе, да, таком большом мозга, человек всегда склонен искать простые решения. Это простая истина, которая очень сильно помогает вам при разработке как раз-таки приложений и сайта. То есть если человек привык, что это должно быть реализовано так, он не хочет разбираться и вдумчиво сейчас как-то смотреть ваш сайт, и думать, что это у вас находится где-то в другом месте, и уж тем более он в этот момент не будет думать, вау, какие вы супермолодцы, что вас чем-то отличается. Скорее он будет думать, что ё-моё, где эта кнопка? Ну или он вообще не будет так думать и просто уйдет с сайта. То есть знаете мне, что это напоминает? Когда мы смотрим, допустим, вот на нашей улице, да, вот вы сейчас 100% поймете, о чем я говорю, и вот вы идете, допустим, по какому-нибудь скверу, вы можете пойти прямо, можете налево и так далее. Но вот чтобы вам перейти к светофору, вам нужно сделать, как бы обойти вот так буквой «Г», то есть вам нужно дойти сначала прямо и потом направо. Но при этом как бы справа есть там 3 метра лужайки. И очень часто эта лужайка вытоптана, потому что люди просто срезают по этой лужайке, чтобы быстрее пройти к светофору, да. И таким образом, что сейчас делают при там проектировании, если это можно так назвать, в общем при создании каких-то вот таких пространств и парков, сразу думают, а как люди будут сокращать этот путь, куда они пойдут, потому что нет никакого смысла делать номинальную красоту, если человек все равно поступит абсолютно по-другому. Нам скорее важно соответствовать его ожиданиям, чтобы потом не пользоваться опять-таки общую картинку, впечатление этого человека. Поэтому, применяя это на сайте, мы тоже можем сказать о том, что человек всегда будет искать наиболее простые решения. И если вы способны дать ему это простое, понятное решение, то он будет доволен. То есть у него как раз таки с точки зрения CGM, и потому что сайт является тоже, да, точкой касания, у него не возникнет негативной реакции, у него реакция будет нейтральная. То есть просто нейтраль, соответствием моим ожиданиям. Все было там, где, собственно, я и хотел это найти. Поэтому при использовании UserFlow обязательно обращаем внимание и на это. А посмотришь вокруг, что это, собственно, такое, этот трактир. Свойная постройка. Бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями, с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем, а салфетки пахнут серым мылом. Дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и орфянок. И как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей Муму и Радереру? Такую картину рисует Бунин в рассказе «Речной трактир». Недоумение писателя можно понять. Кажется странным, что с таким сервисом у заведения нет проблем с клиентами. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация, и сервис ТВЭКа может в этом помочь. Каждую минуту ТВЭКа мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах – картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирают все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Телеграм-канал, туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у ТВЭКа есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от ТВЭКа позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня ТВЭКа пользуется 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду RedBarn вы получите скидку в 15%. В чем еще отличие юзерфлоу от CGM? Мы же опять вернулись к этой теме, да, потому что это все стоит очень-очень рядом, как и все в маркетинге. Давайте поговорим с вами, какие компоненты есть конкретно у CGM и какие компоненты есть у юзерфлоу, для того чтобы понять точно, да, в чем еще есть отличие. Значит, если мы с вами говорим про Customer Journey Map, то есть, да, про путь пользователя, но сильно более широкий, то там у нас будет сильно больше этапов. Как я уже сказала, это будет более широкая картинка. Мы, кстати, можем начинать составлять, да, CGM не с момента, как человек коснулся нас, а с момента, когда он только примеряет, какое решение он хочет выбрать для решения своей проблемы. То есть вот этот вот процесс выбора решения, он также может быть учтен в CGM. Ну, а в дальнейшем уже, когда он касается, да, нас, то, соответственно, это процесс выбора среди нас и среди конкурентов. То есть до этого он выбирал нишу, которой он хочет решить свой вопрос, потом он выбирает, когда выбрал нишу, он выбирает, с помощью кого конкретно в этой нише он будет решать свою проблему, то есть он рассматривает. Потом он, соответственно, покупает. Это тоже, да, большой процесс. Дальше он остается наедине со своим продуктом, то есть тут возникают тоже какие-то у него вопросы, какие-то реакции и так далее. И затем дальше становится или не становится лояльным, становится или не становится амбассадором. То есть в целом это вот такие вот компоненты. Плюс там у нас, конечно же, есть точки касания. Вот мы в каждом этом этапе прописываем, как человек нас касается, и там есть, конечно, эмоциональная реакция в этих точках касания. То есть плюс, ноль и минус. Примерно вот такие. Помимо этого мы также можем прописать какие-то боли, отметить самые ключевые точки взаимодействия. Когда же мы с вами говорим про user flow, то тут у нас все равно получается, есть отличия, да, потому что это сильно более узкий процесс. User flow, опять-таки, у нас это про интерфейсы, про мобильные приложения. Но нам нужно для того, чтобы, допустим, оптимизировать регистрацию, для того, чтобы человеку было проще сделать заказ, для того, чтобы человек мог проще отследить в своем там личном кабинете какие-то до этого сделанные истории покупок и так далее. То есть он мог решить абсолютно все вопросы, которые он может решить, собственно, в этом приложении или на этом сайте. И, соответственно, здесь, когда мы берем, у нас тоже с вами есть точки касания, но они уже выглядят как поэтапный процесс нажатия условных кнопок. То есть для того, чтобы зарегистрироваться, человек нажимает вот эту кнопку, у него открывается такой-то экран, после этого экрана ему приходит на почту такой-то там email, он открывает этот email или не открывает, и, соответственно, у него при перекидывании из email так-то открывается приложение. То есть это такое, знаете, пошаговка прям по экранам, да. И она нам, опять-таки, повторюсь, нужна для того, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. И если мы с вами затронем вопрос конфликтности, то что в CGM, что в Userflow будут, в принципе, одинаковые конфликты, то есть одинаковые проблемы, да, и решения, которые нам предоставляет, собственно, этот инструмент, и, наоборот, одинаковые какие-то у нас требования, в принципе, будут к ним только на разных этапах. Итого, если мы говорим про какие-то конфликты применительно к Userflow, то, что мы здесь можем выделить, что, в принципе, очень часто существует разрыв, да, такое в понимании, что продуктовый менеджер считает должно быть указано в Userflow тем, как видит этот дизайнер и тем, как на самом деле взаимодействует с продуктом пользователя. Я бы сказала, что это вообще самая большая сложность, потому что получается, что когда у нас нет аналитических данных, мы пытаемся составить этот Userflow, мы опираемся на свои представления или на какие-то внешние данные. И это не является, конечно, строгим, точным таким пониманием. Более того, здесь в чем сложность? В том, что даже если мы возьмем самый какой-то простой процесс, который у вас может быть в компании из-за разряда, например, составления какого-то простейшего регламента для новых сотрудников и ознакомления этих сотрудников с этим, то вы, например, можете усмотреть вот такой нюанс, что, допустим, у вас перепоучено создание вот этого регламента какому-нибудь HR-менеджеру. HR-менеджер пишет этот простейший регламент из пяти шагов, составляет его, оформляет в каком-нибудь документе, то есть просто документ из разряда, который называется регламент. Вот он сделал этот файл, и затем в битриксе, то есть в общей CRM-ке, он высылает на всех сотрудников новых, или там сотрудникам как-то это отображается. Ну, давайте, высылает он в общей ленте для новых сотрудников. Соответственно, новый сотрудник, он должен обязательно по идее, как бы прочесть это, ознакомиться с этим регламентом и на основании этого что-то сделать. Ну, например, заполнить свой профиль в том же самом битриксе. Так вот, представьте, как действует изначально ваш HR-менеджер, потому что, ну, по сути, это как бы тоже user flow, просто применительно не к онлайну, да, уже не к приложению сайта, но в целом процесс он будет похож. То есть он думает, что человек, который должен получить этот новичок на работе, он увидит в ленте это сообщение, что логично, да, да, как бы вроде бы. Затем он откроет этот файл, прочитает этот файл и, собственно, сделает по шагам то, что там написано. Добавит абатарку, имя, там, и так далее, и так далее. В общем, вот эти пять пунктов он сделает. Ну, а что мы видим в итоге? Что приходит новичок, он еще, может, вообще не работал в битрикс, он не разобрался с функционалом, он может вообще посмотреть, как бы, да, это сообщение в ленте и, соответственно, не увидеть его, в принципе, а может действительно увидеть, открыть, собственно, этот документ, он у него откроется в новой вкладке, он вроде посмотрит, такой, так, надо сделать, но тут его отвлекает, там, его руководитель прямой, отвлекает еще кто-то, он отвлекается на другую задачу, забывает про этот регламент, потом ему нужно найти опять заново этот регламент, а где его искать, он уже не помнит, где он высветился, вроде был в ленте, но нужно листать эту ленту для того, чтобы найти, и в итоге получается, задача или не выполнена, или человек тратит огромное количество времени на решение этого вопроса. Опять-таки, пока он тратит это время, у него возникает очень много негативных реакций, то есть, вот я сейчас вспоминаю, да, как это бывает где-то, и даже описывая вам, уже чувствую негатив вот в этом поиске, в том, что начинаешь нервничать, что ты не сделал какую-то задачу и так далее. Если же мы с вами говорили бы про юзерфлоу, то мы бы точно здесь поставили цель. Цель какая? Чтобы у сотрудника был заполнен аккаунт. При этом нам нужно как-то достичь эту задачу каким-то образом. И чай-менеджер это понимает. А что, если не сделать файл? Ну, зачем писать файл на 5 пунктов? То есть, гораздо проще тогда поставить задачу с чек-листом. Битрикс располагает такой возможностью, соответственно, проще не в общей ленте кинуть этот файл, а поставить универсальную шаблонную задачу, которая автоматически будет приходить всем сотрудникам и будет закрываться только после того, как человек в этих 5 пунктах поставит галочки, что он выполнил абсолютно все 5 пунктов. При этом на эту задачу будет ограниченное количество времени и так далее. В итоге HR точно так же не тратит больше время на решение этой задачи, потому что она автоматически высвечивается всем новым сотрудникам. Сотрудник не нервничает, потому что у него есть перед глазами всегда эта задача очень четко и понятно, что делать. Плюс можно задать вопросы внутри этой задачи, к тому же HR-менеджеру, который выставил ее. И, соответственно, гораздо проще ее выполнить. Плюс есть определенность, например, крайний срок. И мы получаем, что процесс, который мы изначально нам казался логичным, он оказался абсолютно нелогичным, когда мы смотрим на то, как он реализуется на самом деле. И вот это самая большая проблема user flow, что вам кажется, что человек должен делать так, а он предъявляет в своем хаосе абсолютно другие ожидания к интерфейсу, продукту и так далее. И, соответственно, вот здесь разобраться с тем, что же все-таки делать, поможет вам тот подход, о котором мы с вами поговорили в начале. Определить ожидания пользователя, определить паттерны, который, соответственно, он обычно делает на сайтах, приложениях и так далее, и применить их, посмотреть, что и как реализовано у конкурентов, взять нечто среднее, между ними попробовать реализовать подобное, подключить всю аналитику и в дальнейшем улучшать, улучшать, улучшать этот процесс просто бесконечно. И уж тем более не спускать user flow просто на сотрудников, которые не обладают как бы навыками маркетинга, продуктового подхода. То есть, допустим, есть люди, которые просто делают дизайн. Конечно, в идеальном мире мы бы все хотели, чтобы специалисты, занятые в маркетинге, они понимали все, что касается маркетинга, но, к сожалению, это не так. Поэтому здесь все-таки есть история про контроль или про объединенную работу. То есть, дизайн работает вместе с продуктом. Это будет тогда прям идеально. Следующий момент это инклюзивность, которая вообще есть у нас в user flow. Значит, в чем суть, что проектирование инклюзивного, такого user flow помогает сделать продукт доступным для более широкой аудитории. То есть, включая пользователей, возможно, с какими-то особыми потребностями и так далее. Или включая туда ваши бизнес-задачи. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Смотрите, очень часто, опять-таки, когда начинают отрабатывать user flow и делают это достаточно хорошо, но в этот момент учитывают только потребности аудитории, забывая о потребностях бизнеса. Это тоже является сильно большой ошибкой. Почему? Например, вернемся к нашему примеру с клинингом, с заказом клининга. Вот мы, допустим, сделали все, как нужно человеку, чтобы он как можно быстрее сделал заказ. Оставил только номер телефона, выбрал тариф, который ему нужен и уже дальше зарегистрировался, оставил платежные данные. Так вот, у нас в этом моменте нигде с вами сейчас не проскальзывает, а где будет включение уведомлений у человека в приложении. Или, а где мы возьмем его email адрес для того, чтобы делать ему ссылку. Если мы с вами не говорим об этих моментах, то у нас возврат и повторные покупки могут стремиться к нулю. Просто потому, что, допустим, человек сделает первый заказ, ему понравится, не понравится, тоже другая история, но в дальнейшем он может не использовать наше приложение повторно. Мне здесь очень нравится такая история, значит, что очень многие стартапы, вот, ну, особенно, да, часто те, у кого стартап завязан на приложении, они работают с таким показателем, как NPS, Net Promote Score. То есть, по сути, это показывает удовлетворенность пользователя процессом покупки, когда человек по 10-бальной шкале должен оценить, насколько ему понравилось. Но в современном мире, опять-таки, вспоминаю, что человек находится в своем хаосе, проблема не в том, что человеку может не понравиться, то есть, не только в этом проблема. Проблема в том, что у человека может не возникнуть привычки покупать. То есть, смотрите, вспоминаем тезис из других, да, выпусков, о котором мы с вами долго говорили, что человек всегда переключается с чего-то на что-то. То есть, даже когда в этом примере про клининг мы с вами говорили о том, что с этого клининга, с предыдущего клининга он переключился на этот. Или сам он раньше убирался, сейчас переключился на такой-то формат. И вот представьте, что человек заказал, сделал покупку один раз, да, и потом такой, а, да ладно, можно как бы самостоятельно дальше убирать. Или, ой, ну, вроде и прошлое делали так же, буду у них дальше заказывать. То есть, человеку сильно проще уйти, если вы не догоняете его никакими затем повторными пушами, сообщениями, да, которые вы отправляете, которые вы отправляете и так далее. Поэтому мы здесь должны обязательно предусмотреть, какие у нас все-таки есть бизнес-цели. Если нам важен ретеншн, то есть удержание пользователя и его повторной покупки, то мы обязательно должны внедрять какую-то историю, которая будет обеспечивать нам это. Например, мы можем внедрить после первой покупки дополнительный поймокод еще на три следующих заказа. Но при этом этот поймокод уже будет сильно меньше. Но статистически, если человек больше пользуется нашим сервисом, то, соответственно, у него возникает эта самая привычка. И вот этот поймокод может быть очень хорошей идеей как раз-таки для этого. Помимо этого, мы должны запросить его email, плюс параллельно уже отдать отмашку отделу маркетинга для того, чтобы сделать серию писем, которые будут отправляться новым пользователям и старым пользователям. В общем, то, как мы будем работать с базой. Помимо этого, нужно запросить разрешение на отправление пуш-уведомлений. Вот смотрите, сколько мы сейчас прописали задач, учтены в UserFlow. При этом сам пользователь не ожидает появления конкретно вот этих пунктов. Ну, то есть они, в принципе, ему не критичны. Ему не критично, чтобы вы отправляли ему там на почту, да, сообщение, или чтобы вы давали какой-то поймокод, потому что многие даже не знают, что так можно. Ну, типа, дали на первый раз и уже достаточно. Поэтому это задачи, которые касаются конкретно нас. Поэтому вот эти специфичные функции, они тоже должны быть обязательно учтены. Очень многие делают ошибку и как раз-таки не учитывают вот это, так делать нельзя. Итого, давайте мы с вами подытожим. Когда мы с вами говорим про UserFlow, мы говорим с вами применительно, ну, чаще всего про UserFlow, применительно к приложениям, сайтам и так далее. Сделать красиво, сделать фичу ради фичи, это плохая история. Не нужно так делать. Вам обязательно нужно полагаться на то, что ожидают ваши клиенты, на их паттерны поведения и на то, как делают ваши конкуренты с точки зрения юзабилити. Ваш юзабилити, то есть сайт, интерфейс приложения должен быть максимально понятен даже бабушке, потому что простота залог успеха. Вспоминайте вот этот пример, когда человек срезает дорогу для того, чтобы быстрее подойти к светофою. И при разработке UserFlow мы обязательно должны учитывать не только то, что я сказала, но и бизнес, цели компании. То есть, если нам важен ретеншн, удержание, мы должны добавлять дополнительные фичи для того, чтобы человек возвращался к нам в приложении, открывал его заново, заказывал заново, видел постоянно офферы какие-то наши и так далее. Тогда это будет работать идеально и тогда это будет вам приносить много денег. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok